У екатеринбургского подростка во рту взорвался вейп, сообщает городской интернет-портал Е1. У школьника травмированы губы, зубы, а также левая рука. Инцидент произошел 6 июня в железнодорожном районе Уральской столицы. 14-летний юноша попытался воспользоваться электронным испарителем прямо у себя в квартире в тот момент, когда находился дома один. По словам пострадавшего, вейп ему, конечно же, не принадлежал, а был передан его товарищам на сохранение. Раньше подросток, конечно же, никогда не парил и взял вейп в рот, естественно, впервые в жизни. Последствия взрыва электронного устройства мальчик, как пишет Е1, попытался скрыть, но позже вынужден был рассказать матери о случившемся. Женщина отвезла сына в больницу, а врачи сообщили о травмировании несовершеннолетнего в полицию. Вот что рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу журналистам. Цитата. Врачи поставили диагноз «рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья». Конец цитаты. Несмотря на то, что это сообщение не содержит никакой конкретики, нетрудно поверить, что такое действительно могло произойти. Любые электронные устройства, содержащие аккумуляторы, потенциально пожаро- и взрывоопасны. И вейпы не исключение. Но если каждый взрыв сотового телефона, беспроводных наушников или фитнес-браслетов влечет серьезное расследование со стороны самих производителей этих устройств, пересмотр технологий изготовления, повторные испытания и тому подобное, то производители вейпов зачастую небольшие фирмочки, а то и просто кустари-умельцы. И всякий раз, когда происходят подобные инциденты, вина взваливается на самих пользователей, якобы нарушивших правила эксплуатации или установивших нештатный аккумулятор. В том числе и поэтому, а также из-за неизученности воздействия жидкости для парения на организм человека, электронные курительные устройства запрещены для реализации несовершеннолетним. Без разницы, содержат они никотин или не содержат. Взрослый человек сознательно подвергает риску свое здоровье и отвечает за нанесенный себе вред. Но подростки, и этот случай очередное тому подтверждение, степень такого риска не осознают и регулярно калечится.